Обзор Дорамы «Черное солнце» Дорама захватывает с первых минут, когда главный герой Джихёк, агент специального отдела разведки, устраивает кровавую баню на корабле, где его обнаруживают коллеги спустя год после пропажи. И удерживает внимание до самых последних секунд эпилога, когда на лице героя впервые появляется нечто похожее на улыбку. А между ними пропасть подозрений и недоверие за попытками Джихёка, страдающего амнезией и ПТСР, найти крота в разведке. Каждый его шаг опасен для него самого и тех, кто его окружает. Каждый шаг ведет к разочарованию. В агентстве, людях, самом себе. А борьба с невидимым врагом похожа на борьбу с ветряными мельницами. Попытки Джихёка распутать узел предательств, лжи и тайн за грифом «Совершенно секретно» сопровождаются зубодробительным экшеном от схваток в рукопашную до безумных гонок на машинах со стрельбой. Почти Голливуд, но по-корейски жестко и очень натуралистично. По атмосфере дорама напоминает моё имя, но если там рассказывали сугубо о внутренних метаморфозах личности, то здесь значительный акцент на ответственности спецслужб перед обществом, о том, как сложна жизнь спецагентов, которые посвящают себя без остатка защите Отечества таким экстремальным способом, и как сложно, работая в таких структурах, не поехать кукухой. Особенно принимая решения, сомнительные с точки зрения этики, как-то выбор меньшего зла ради общего блага. Намгун Мин в этой дораме просто невероятен, раскрылся с новой неожиданной стороны, и не только раскачался для роли Джихёка до неузнаваемости, но и показал превосходную сложную игру. Не зря получил Дэсан за эту роль. При минимальном количестве текста герой получился очень объемным и настоящим, веришь каждому взгляду. Таких маскулинных и надежных парней редко встретишь в дорамах, поэтому их появление особенно ценно, тем более, когда они выступают как борцы за правду. Романтики в дораме практически нет, но милая и умная партнерша у героя есть, и химия между ними присутствует. И даже хочется помечтать о втором сезоне, где их дуэт раскрыли бы в романтическом плане. Но что-то это кажется сомнительным. Так что пока смакую послевкусие и иду по другим работам Нангунмина. А вы смотрели Черное Солнце? Как впечатление? Делитесь в комментариях под видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры.